не доехал до деревни короче кончился антифриз ни с того ни сего было все конкретно то я бы влел туда наверно литров 5 такой блин куда же делать то нигде ничего не копать ничего вообще ладно долил полный приехал в деревню сейчас решил перегнать одного места на другую машину хрена к опять нету я долил еще короче и тут я полез и выясняю что вот там над втягивающим стартера вот этот патрубок он лопнул и когда за него дергаешь с него то начинает бежать этот метод не знаю видно вам не видно вот короче вот этот патрубок начал течь хорошо у меня тут оставались какие-то патрубки я вроде смотрю вот этот ну блин ну реально короче он реально сейчас мы его поставим следующий который рядом с ним сейчас попробуем тоже подыскать где-то они здесь были поэтому пришло наверное время поменять все остальные патрубки главное только на днях статью читал про то что мужчина рассказывал что как только начались холода у него такая беда случилась и соответственно его сразу вспомнил но ладно сейчас не об этом о том что хомут расположен так что его тяжело вообще выкрутить с этой стороны я сейчас попробую полезть под машину и попробую это сделать оттуда снизу попытаемся мы и потом уже сюда вот вернемся все он потекла у нас жидкость потихонечку ведерко не получилось у меня короче его открутить он тут весь сгнил хлопнул в общем короче вот так вот он превратился сейчас получается что я попытаюсь это все дело снять и начал потихонечку бежать вот сейчас я его попробую снять и туда поставить уже силиконовый патрубок по размеру посмотрю чё к чему ничего себе сколько мусора насыпало так что продолжаем работать так вот тут вот дальний хомут на патрубке я умудрился вот таким вот макаром через трещуточку длинный удлинитель закрутить вот здесь вот я понял что у меня 300 патрубок сейчас я буду постепенно его отрезать и смотреть так чтобы он ни к чему не касался вот и тогда даже покажу сколько я отрезал а так как бы здесь я уже эти два патрубка снял вот он один тут и 2 2 вон валяется длины сейчас мы с этим закончим и потихонечку начнем остальные одевать так остался один патрубок у меня вот этот он у меня стоял вот тут и шел вон туда вот так вот так но поставил я силиконовый достал точнее обратите внимание уже что он прям все четко подходит а вот тут есть небольшое разногласия и тут сразу до меня доходит все что я вот от этой трубки отрезал я отрезал вот сколько и теперь я думаю может быть я вообще зря ответ и нужно было вот это вот поставить сюда а вот этот вот патрубок он ничто иное как должен был быть в это отверстие интересно как я теперь все это дело обыграю без понятия но вариантов у меня нету я уже эту трубку отрезал она уже короткая соответственно ставить ее буду только сюда никак иначе поэтому продолжаем наши мучения вчера уже сильно стемнело поэтому не отснял так как бы вот все поставил вот так это все выглядит вчера даже несколько раз заводил вот смотрел нет ли нигде течи единственный минус что видите жидкость она прям блин на минимуме меньше минимума а взять ее нигде это надо ехать до города но я думаю что даже с таким количеством доеду и там кто-то в комментариях писал про сеточку типа как 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 же ее чистить не снимая решетки но к сожалению не снимая решетки и не получится чистить а сломал я фару начал слазить короче и зацепился за нее и она хлобысь отломилась сейчас буду еще и фару ремонтировать вот ну и соответственно эту сеточку буду снимать и что я хотел показать человеку который почему-то считает что сеточку тяжело снять я тут переделал здесь у меня просто штыри стоят то есть я откручиваю вот эти вот четыре самореза и она у меня снимается сейчас я вам покажу как это делается и все берете ее и чистите как хотите хотите так хотите пылесосом как угодно а теперь показываю изнутри как она там у меня крепится сделаю вот такие вот болтики я просто на них насаживаю и сверху прикручиваю все сейчас будем снимать пару и каким-то макаром ее заклеивать вот и заодно обещал я вот эту штуку убрать сейчас заодно ее еще уберу потом надо будет как-то вот с этими разобраться они у меня почему-то не работают вот алексей я обещал тебе что уберу релюшку вместе с предохранителем видишь убрал все нет и здесь а то они здесь висели болтались решил я короче снять обе фары для того чтобы приехать и уже по-нормальному пропаять оказывается мало то что это еще здесь была такая сплошная трещина поэтому вторую решил снять дома займусь и потом тогда уже поставлю вот теоретически все у нас получилось ничего не течет нигде вот единственный такой уровень слишком маленький жидкости вот так вот он находится ну ладно ем до 1 бензоколонки а там чуть приобретем вот на этом все подписывайтесь ставьте комментарии лайки дизлайки ну и так далее